Потому что о том, что мы будем шарахаться, о том, что мы будем там паниковать, начинать что-то случиться. Нет, надо... Кто попросил вибачения от имени немецкого народа? Кто у нас попросил вибачения за то, что тут творилось? Никто. Мы снова жертвы. Чи может это сделать президент Зеленский? В ответ есть нет. Нет. Они живут в своей карпускуле. Завтра будет победа. Он хорошо делает свою работу, как президент, но как политика нет. Как президент, вы имеете в виду, что он хорошо представляет, эффективно представляет на международном уровне. Он делает хорошие выступы в среднем каждого дня и так далее. Но это что до его публичной деятельности, такой, умовно, звитовной, не знаю, связанной с звитами, связанной с трансляцией меседжей в каких-то и так далее. Но это достаточно крыма деятельность. Мы знаем, что у нас есть десятки или сотни предприятий, тысячи предприятий, тысячи юридичных людей, через которые крадутся деньги. Мы знаем, что у ФСБ РФ легче поставить своих людей, чем гражданскому суспільству пролоббиювать какую-то измену. И тут вопрос, что, ну, а кто в притомном розуме, способен взагалі разобраться в этой системе? Никто же не способен разобраться в этой системе. Новая конституция, она способна снести, она мает снести всю эту систему? На вашу думку. Никто же не будет. Почему военно-политическое руководство Украины не выходит с инициативой создать здесь, ну, принаймні, две базы на Деснееве, на Яворьевском полигоне? Нехай там будет то, как будет. Дискусия, и ваши глядачі мають зрозуміти те, что розумею про себя я сам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok